и снова здравствуйте всем привет итак новые модели именно для проб анимации все упрощено до самого не могу чтобы все это дело легко работало даже на самом слабом компе ноутбуки давайте рассмотрим персонажи сначала в the brush потом рассмотрим их в блендер как они там выглядят и так что есть это первый персонаж это триньки давайте посмотрим что тут еще можно сделать поставлю чуть посветлее экран потому что тут все в черном ну таким вот образом она выглядит так здесь у нее саптулы глаз словом сейчас shift h нажимаете и вот у нас все вот эти детали разлетаются вот в такие вот положения так что здесь можно увидеть что здесь есть руки болванка головы болванка тела обувь майка штаны очки дальше идут магазины 2 как две части прически ну и нижняя часть обуви вот такая штука назад включить тоже shift h вот она вся модель соединяется давайте поближе тут главное именно похожа не похожа ну вот так она выглядит если отключить очки так где у нас глаза то у нас получается вот такой вот внешний вид персонажа и так вот так вот выглядит именно тринити ну ничего я думаю так для комиксов для какого-то мультфильма для какой-то анимации неплохо пойдет многие детали я не проделываю потому что потом модели я упрощаю и времени тратить на то что на модели потом не покажется не будет не хочется тратить еще раз повторюсь что все эти модели я делаю чисто для проб анимации поэтому вот такой у них внешний вид так что еще можно посмотреть давайте посмотрим стилизованную вот этот тринити я тут с головой вытягивал развлекался короче посмотрим что получилось а вот так вот выглядит тринити прям уже ну точно для какого-нибудь не знаю смешного ролика так н панель н английская включайте то что вам надо чтобы видеться тут не лазить тут в боку ну вот так я и вытянул лицо чуть-чуть тут как утянул сделал еще лицо потонше и вот так вот все это делает выглядит сбоку так-то ничего а вот спереди прям такая ломовая девчина так давайте посмотрим как выглядит забрать значит у нас него него я сделал плащ потом хотел этот плащ этапологии сделать или моделированием в блендер но оставил эту идею потому что при анимации тут будет хлам это нужно делать симуляцию а симуляцию у меня ноутбук не тянет так что ну такой пока внешний вид сейчас еще раз посмотрим как он выглядит вблизи куртах вам отключим на штаны переключиться но так он выглядит два ремня магазины магазины возможно сильно большие ну меньше и делать я думаю смысла тоже нет не серьезно вообще-то у него тут магазинов нет они у здесь находятся вот на этих ремнях здесь у него и дополнительный заряд магазины и вот эти вот кабу кобура две кабуру здесь под мышками но если делать анимацию все это дело будет находиться здесь но это тоже будет создавать какие-то трудности даже не какие-то возможно очень серьезные потому что рука будет проходить сквозь именно кабуру придется постоянно руку как-то задирать кверху это деформирует изменит персонажа и будет все неудобно так ну так он выглядит сбоку давайте я вам покажу сейчас очки тоже отключим но этот персонаж у меня без глаз я глаза не вставлял я думаю и без глаз он похож за исключением конечно проработки волоса еще тут бы волос проработать почему вот такой внешний вид потому что опять же все это еще не склеена это находится чисто по саптулам конечно это все уже в блендер с разверткой а это как черновая остается для каких-то возможно будущих переделов вот голова уже куда-нибудь подойдет если сейчас добавить бороду усы волос подлиннее то будет уже джон век вот такая штука кстати здесь профиль полностью совпадает вас тоже совпадает все это делал по рефам не стал в этот раз делать именно на глаз короче получается вот такой внешний вид ухо я все тут не проделал тоже не захотел главное что вот так он выглядит я думаю что не так уж и плохо ну а теперь давайте зайдем в блендер и посмотрим чего и там итак первый персонаж это тринити ну видите что в блендер я тут поднастроил немножко материал по прошлым роликом вот немножко тут у меня что-то с разверткой на это дело поправимо можно зайти в текстуры paint выбрать допустим с английскую и все это дело чуть-чуть подкрасить просто тут что-то сеткой возможно я забыл сделать именно симметричной где-то вот все это дело потянуло цвет вот да уже более-менее таким образом все это дело красится так что у нас тут с f английская у нас прибавляет кисточку левая кнопка мыши и вот можно прям еще поменять цвета но тут смысл что у меня ремень вместе с этой майкой идет и штанами если я так красу то ремень уже закрашивается тоже не есть хорошо так вот вроде еще пойдет чуть подкрашена когда вы вот так вот красите то обязательно повторюсь сохранять вот эту развертку в шейдингах находите вот эту развертку допустим это одежда у меня и вы нажимаете вот на эти полосочки нажимаете image и нажимаете save as и сохраняйте уже или как новую допустим плюсом можно пойти или нажимаете на уже существующую именно развертку и сохраняйте ее как новую так ну вот такой внешний вид вот такие тут цвета шейдер смут можно и именно сгладить очки шейдер смут если сейчас очки отключить то получится здесь вы видите что если бы даже делал какие-то детали то все равно получается вот такой внешний вид они примитивный то бишь потому что сетка здесь вообще ну вот такая низко полигональная единство что вот волос у меня высокополигональный но на другой модели я все это дело понизил волос черный почему это дело сделал потому что если делать зернеш вот этому всему значит забрать пардонте то это превращается волос в хлам проще заходить сюда в блендер понижать полигонаж здесь и если волос допустим черный то красить его в черный если вдруг ну что развертку здесь в принципе не сделаешь тут можно и только по покрасить и вот здесь можно также красить как забрать и сохранять уже развертку таким образом вот у нас есть волос так выбираем волос заходим в и видит new новая развертка колесико уменьшаем и жмем uv smart uv можно расстояние между деталями поставить еще и вот вот это нас значит волос и вот по этой развертки мы можем теперь заходить допустим текстуры paint это все по прошлым роликом жмем f уменьшаем кисточку выбираем какой-нибудь цвет и начинаем вот по всему этому красить но вы видите что она не красит почему потому что нужно добавить текстуру вот это бэйс колор добавляем когда мы бэйс колор вот теперь с бэйс колором мы можем сделать волос красный но в принципе красить его не надо здесь можно просто назначить материал вот уже завис быстро повел так а если назначать материал то заходим просто вот открываем материал удаляем развертку вот эту предыдущую имидж текстур и делаем допустим черный цвет ну вот такие варианты по покраске волос но также и телом можно потом сделать два материала один материал сделать на тело общий это цвет будет 2 это уже на губы где-то подкрасить где-то что-то сделать так есть такое дело значит что так выглядит тринити вот таким вот образом но такие у нее детали здесь на 4 магазины здесь бляха глаза и тело это вот все объединено так что можно потом использовать на каком-нибудь другом персонаже так теперь у нас идет него вот такой персонаж на и в принципе выглядит он неплохо здесь я текстуру еще не поднастраивал шейдингах но это все по прошлым роликом допустим если нужно вам настроить тело цвет значит и мы с текстуру присоединяем к бейс колору и сурфейского ставим спекуляр на половину ну а вот эту часть уже чуть-чуть понижаем до блеска такая штука еще можно так сурфейского децил прибавить и вот уже более так лицо вроде бы получше выглядит окно материал как настраивать это вот давайте выберем удавайте обувь так или на растанишки давайте штанишки выбираем так g джи оттаскиваем подальше добавляем нод это значит color bridge contrast ставим bridge contrast . 010 enter а здесь так . 070 enter теперь добавляем спекуляр до половины и добавляем блеска вот уже вот так выглядит резиновые их не штаны ну а если вам надо футболку настроить таким же способом только чуть-чуть ну поменьше это все дело блеска добавляем чтоб шероховатость было и тоже добавляем значит вот это джи сюда так проще вот на штаны нажать выбираем вот этот вот нод правая кнопка мыши делаем копии теперь переключаемся на майку вставляем пост и перетаскиваем здесь вот подсоединяем так здесь все подсоединяем и вот так вот так становится выглядеть наша майка ее можно чуть посетей сделать это уже как кожа будет но чуть-чуть от блеска добавить и будет нормально так здесь я еще свет не настраивал ну словом вот такой внешний вид так здесь опять же присутствует майка присутствуют эти ремни типа разгрузка магазины прическа тоже здесь отдельно так очки очки отдельно глаз тут нету можно их любые взять и вставить окно тут чуть-чуть станишки надо шифтом пойти как нужно это тоже кстати отдельная можно их конечно было объединить с майкой но тогда уже неудобно вот эти материалы назначать так тут на шифтом еще подкрасить что-то тут у меня забрасываю волоса видать так-то вроде нормально было а собираюсь вылазит косяки так вот это все тоже можно использовать именно для анимации так что ну а теперь давайте посмотрим как они вместе выглядят так на трините чтобы вот когда у вас такой внешний вид персонажа не бойтесь заходите файлы и подгрузите сюда недостающиеся файлы финг миссинг файлы находим папку где у нас находятся три нити здесь развертки нажимаем финг миссинг и все вот подгружается продолжаем пользоваться и работать ну значит спаситель мира этот на вот у нас чуть повыше она чуть пониже по фильму должна быть так они выглядят хотел еще конечно негра сделать ну что так не знаю возможно тоже сделаю но это уже не буду показывать как обновлю файл кстати файл в описании на скачку как обычно кости я не вставлял это вам если кто-то хочет поставить ну сам установить кости настроить пожалуйста вот тренируйтесь вот сколько у вас возможностей что-то попробовать на разных персонажах так что еще в принципе все вот такой обзор значит персонажей всем всем пока до свидания пользуйтесь переделывайте их доделывайте используйте какие-то вот эти части долепливайте всем пока